всем привет это марсичек в этом видео мы рассмотрим новую монету которая прекрасно подходит для майнинга на нашей старенькой видеокарте gtx 970 эта монета тон производительность на ней достаточно хороша для того чтобы уделить ей внимание зачем это нужно за тем что более менее прибыльный майнинг монеты ergo который мы рассматривали ранее теперь стал абсолютно невыгоден для этой карты в прошлый раз мы уже рассматривали результат увеличения таблицы ergo на блоке 614 400 когда хешрейт резко снизился с 43,7 мегахешей до 32,6 далее каждые 51200 блоков размер таблицы ergo должен увеличиваться на 5 процентов и вот пришло время блока 665600 и хешрейт на gtx 970 снизился с 32,6 мегахешей до 18,8 соответственно можно сделать прогноз что и далее каждые 51200 блоков хешрейт добычи ergo на gtx 970 будет и далее снижаться процентов на 40 так что эпоху майнинга ergo на данной карте можно считать оконченной параллельно с gtx 970 у меня также работает маленький риг с двумя картами amd radeon rx 470 4 гигабайтные и эти карты переносят момент увеличения таблицы ergo практически без потери производительности так что если хотите продолжать майнить ergo советую переходить на подобные карты на блоке 614 400 хешрейт на rx 470 вообще не изменился а вот с наступающим блока 665600 уменьшился но всего лишь на пять шесть сотых долей мегахеша соответственно такие карты смогут хорошо майнить эту монету еще очень долго а вот момент наступления блока 665600 зафиксированные в логе майнера вот мы видим что при блоках до 665600 хешрейт карт показывает 6773 и 6760 вот видим сам блок 665600 как раз тут попался один reject не обращаем на него внимание хешрейт тем не менее еще тоже не изменился а а вот смотрим ниже блок 665601 и хешрейт уже пошел вниз ну и смотрим дальше хешрейты зафиксировались на уровне 67 67 и 67 55 мегахешей то есть падение практически незаметно но это все конечно здорово но у нас же gtx 970 неужели снова остается на ней только играть нет вы наверняка слышали об относительно недавно выстреливший монете тонн или тонн коин особенностью майнинга этой монеты является то что весь процесс происходит без использования памяти видеокарты используется исключительно ресурс видеоядра производительность gtx 970 по ядру составляет до 780 мегахешей что даже лучше чем например rx 470 которые намного лучше справляются с эрго многие говорят что тонн это скам что прибыльность сохранится недолго и вообще скоро майнинг этой монеты прекратится но прекратится так прекратится а пока есть возможность почему бы не воспользоваться этим и снова получать неплохой профит с нашей карты и так для майнинга тонн нам понадобится майнер под названием лол майнер именно он хорошо работает с нашей картой хотя есть и пара других можете поэкспериментировать с ними при желании для загрузки переходим на страницу лол майнера на гитхабе и загружаем последнюю версию на момент съемки видео последняя версия 142 архив у меня уже скачан поэтому я здесь жму отмену и открывая его из истории загрузок скаченный архив распаковываем в удобное место соглашаемся на всевозможные замены файлов если например майнер уже ранее был скачан после распаковки открываем в блокноте файл майн тонн . бат здесь нужно изменить всего один параметр адрес кошелька это строка wallet далее придется в обязательном порядке зарегистрировать кошелек тонн вывод напрямую спула на бирже невозможен но это наверное даже к лучшему переходим на сайт wallet.ton.org нажимаем create wallet далее нам предложат придумать пароль для доступа к кошельку и записать несколько секретных слов обязательно сохраните эту информацию она потребуется вам для доступа к кошельку с новых устройств либо если потеряете доступ к старому войдете снова браузера и так далее после создания кошелька нажимаем на кнопку receive здесь указан адрес вашего тонн кошелька на который будет осуществляться майнинг щелкаем на сам текст адреса и он автоматически скопируется в буфер обмена этот адрес вставляем в конфигурационный файл майнера сохранить его лучше отдельным батником для удобства назовем например майн тонн май опять же сейчас я ничего не сохраняю потому что у меня уже сохранен этот измененный батник но вам нужно будет нажать кнопку сохранить теперь осталось зарегистрировать адрес нашего кошелька на пуле тонн вейлз через который и будем майнить делается это через telegram бот переходим на сайт тонн вейлз точка ком в раздел майнинг далее нажимаем кнопку старт майнинг откроется инструкция из трех пунктов первый пункт регистрацию кошелька мы уже выполнили нажимаем на ссылку во втором пункте это и есть нужный нам telegram бот позволяем открыть ссылку в приложении здесь вы уже видите некую историю общения с этим ботом вот некий перечень команд с которыми работает бот посмотрим самое начало при старте бота он попросит вас указать правильный адрес кошелька здесь как раз видно что я пытался скормить боту адрес тонн кошелька с биржи но он его не принял далее я уже указал правильный адрес тонн кошелька и он был успешно зарегистрирован на этом подготовка завершена запускаем сохраненный ранее бат файл и майнинг пошел одним из главных плюсов добычи тонн является то что во время майнинга монеты память карты не используется а следовательно не перегревается это особенно важно для карт у которых чипы памяти охлаждаются только вентиляторами не имея контакта с радиатором как например на моей если держать температуру ядра в районе 60 62 градусов карта будет служить долго и счастливо разгон производится с помощью утилиты msi afterburner частоту памяти карты не изменяем важен только разгон по ядру я уже давно изучил предел возможностей своей видеокарты и знаю что это значение плюс 264 по ядру разгоняйте свои карты осторожно начните со значения плюс 150 и постепенно повышайте обороты кулеров видеокарты рекомендую установить на 50 или 60 процентов в зависимости от температуры в вашем помещении при таких параметрах разгона а также power limit и выставленном 85 процентов мы получим хешрейт в районе 740 мегахешей зачем понижать power limit до 85 процентов за тем что при 100 процентов на этом алгоритме у карты будет слишком высокое энергопотребление и греться она будет слишком сильно установив power limit на 85 процентов мы ограничим потребление примерно как при майнинге эрго и карта будет греться гораздо меньше при этом влияние на хешрейт незначительное установлю power limit на 100 процентов для наглядности видим что потребление было около 139 ватт хешрейт около 740 температура карты 60 градусов после повышения power limit видим что хешрейт начал расти достиг 767 мегахешей даже 782 но также при этом видим что энергопотребление увеличилась аж до 162 ватт а температура видеокарты начала стремительно повышаться уже 63 градуса постоянно держать старую видеокарту в подобном режиме принципиально не буду поэтому ставлю обратно 85 процентов сейчас покажу как смотреть статистику для этого в telegram боте нужно выполнить команду stats далее переходим по ссылке на свою персональную страничку с графиками здесь мы видим вполне привычные данные такие как адрес тон кошелька примерные подсчеты количества шар за сутки и за час примерный хешрейт за сутки и за час они же представлены графики по этим параметрам давайте научимся считать прибыльность майнинга для нашей карты сразу предупрежу сложность сети количество майнеров а также курс монеты может быть нестабильным и быстро меняться имейте это в виду на момент съемки видео один тонн стоит 3 доллара 21 цент на странице статистики пула тонн вейлз видим что прибыльность показывает 0 3315 тонн за гигахеш наш хешрейт составляет примерно 740 мегахешей или 0,74 гигахеша для подсчета суточной прибыли нам нужно 0 3315 умножить на наш хешрейт 0,74 а затем результат умножить на курс 3216 в результате получаем примерно 79 центов в сутки вполне неплохой результат это вдвое больше чем последнее время было на эрго и где-то в четыре раза больше чем показывает эрго на gtx 970 17 января в завершении покажу процедуру запроса выплаты с пула на кошелек в отличие от других пулов таких как на на пул где выплаты производится автоматически по достижению определенного баланса пул тонн вейлз производит выплаты по запросу из телеграм-бота открываем наш кошелек на балансе сейчас чуть больше нуля ниже указана история операций в кошельке 18 января я вводил монету из пула а затем выводил монету на биржу для дальнейших операций и так для вывода монет с пула возвращаемся к телеграм-боту смотрим наш текущий баланс на балансе сейчас примерно 0 96 тонн далее выполняем команду у издрал здесь вот предупреждает что при выводе на кошелек будет вычтена комиссия в размере 002 тонн и указывает реальную сумму которую мы сможем вывести с учетом комиссии вводим желаемую сумму для вывода пусть будет 09 тонн запрос на вывод принят с помощью указанной команды можно просмотреть историю выплат здесь видим нашу последнюю операцию по выводу 09 тонн стоит значок в обработке снова открываем кошелек нажимаем обновить страницу после обновления видим что средства моментально поступили с пула на кошелек в истории операции появилась запись от 22 января о вводе 09 тонн на этом все как я уже ранее отмечал на момент записи видео монета тонн является наиболее прибыльной для видеокарты gtx 970 вполне вероятно что ситуация в обозримом будущем может измениться как в лучшую так и в худшую сторону следите за курсом монеты индексом прибыльности на пули и конечно же за обновлениями на моем канале если вам интересно увидеть в моем исполнении принцип вывода монеты тонн с кошелька на биржу для дальнейшей продажи или появились другие вопросы пишите в комментариях всем удачи счастливо